Здравствуйте, уважаемые студенты. Мы продолжаем курс лекции по дисциплине электротехника для неэлектрических специальностей. Сегодняшняя тема лекции – это тема трансформатора. Цель нашего занятия – ознакомиться с основными понятиями и определениями трансформатора, а также принципом работы. План нашего занятия – первое – понятие о трансформаторе, второе – классификация трансформатора, третье – основные элементы конструкции, четвертое – основные уравнения трансформатора. И продолжаем. Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, который служит для преобразования переменного тока из одного напряжения в другое при неизменной частоте. Принцип работы трансформатора основан на законе электромагнитной индукции. Трансформатор состоит из двух или нескольких обмоток, связанных электромагнитно. Для усиления магнитной связи обмотки располагаются на стальном сердечнике, как показано у нас на рисунке. То есть у нас получается справа вторичная обмотка, слева первичная обмотка и Z-нагрузки, то есть наши потребители. Далее. Если вторичную обмотку замкнуть на сопротивление нагрузки, то возникает ток и два, который создает свой магнитный поток. В результате в сердечнике возникает общий магнитный поток, сцепленный свитками обеих обмоток. Данный режим работы будет называться основным или рабочим. Кроме основного магнитного потока, токи в обмотках И1 и И2 создают магнитные поля, рассеяние, сцепленный только с одной обмоткой. Обмотка трансформатора, который наводится, энергия называется первичной, а другая энергия будет отводиться к приемнику, то есть к нагрузке. Она называется вторичной. Все величины, относящиеся к первичной обмотке, называются первичными и обозначаются индексом 1, а относящиеся ко вторичной обмотке будут называться вторичными и обозначаться И2. В общем случае, У1 не равно У2, то есть напряжение первичной обмотки не равно напряжению вторичной обмотки. Если у нас напряжение вторичной обмотки больше первичной, то такой трансформатор называется повышающим. Если же у нас первичная обмотка будет больше, чем вторичная обмотка, то такой трансформатор будет понижающим. Трансформатор, имеющий две обмотки, одну первичную, а вторую вторичную, будет называться двухобмоточной. С тремя или более обмотками будет носить название трехоботночной или многообмоточной. Обмотка присоединяется к сети с более высоким напряжением. Будет называться обмоткой высшего напряжения и обозначаться большими буквами ВН. Обмотка, присоединенная к сети с меньшим напряжением, будет называться обмоткой низшего напряжения и будет обозначаться большими буквами НН. Передача электрической энергии из первичной обмотки трансформатора в вторичную осуществляется посредством переменного магнитного поля. В первичной обмотке происходит преобразование электрической энергии, потребляемой из сети, в энергию магнитного поля, а во вторичной преобразование энергии магнитного поля в электрическую энергию, то есть отдаваемую нагрузке либо потребителям. Трансформаторы получили достаточно широкое распространение. Наибольшее значение имеют следующие виды трансформаторов. Трансформаторы, которые преобразуют однофазный ток, называются однофазными. В случае преобразования трехфазного тока – трехфазными. Силовые трансформаторы – это трансформаторы, которые используются в системах передачи и распределения электроэнергии. Обычно электрические станции строятся вблизи естественных источников энергии, а потребители – за сотни и даже тысячи километров. Для уменьшения потерь энергии в проводах напряжение в линиях электропередачи обычно повышается до сотен киловольт, то есть 110, 220, 500, 750, 1150 киловольт. На электростанциях электроэнергия вырабатывается при напряжении от 6,3 до 24 киловольт. Номинальное напряжение большинства потребителей – 220, 500 вольт. Мощные двигатели работают при 3-6 киловольтах. Поэтому в начале и конце линий электропередачи устанавливают силовые трансформаторы. Обычно переменный ток трансформируется 8-9 раз. Следовательно, суммарная мощность силовых трансформаторов в несколько раз больше мощности всех генераторов, установленных на электростанциях. Следующий вид трансформаторов – это автотрансформаторы. Это такие трансформаторы, которые служат для преобразования напряжения в относительно небольших пределах, а также широко используются в лабораторных условиях. Для плавного регулирования величины напряжения, то есть они носят название латор. Измерительные трансформаторы – это трансформаторы, которые используются для включения в электрические цепи электроизмерительных приборов, таких как трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Применяются другие специальные виды трансформаторов – это испытательные, сварные и печные. И так далее. Далее мы рассмотрим с вами основные элементы конструкции трансформаторов. Основными элементами трансформатора являются сердечник, обмотки и бак с электрическими выводами, либо вводами. Сердечником называется электромагнитопровод со всеми деталями, относящиеся к его конструкции. Для уменьшения потерь стали сердечника собираются из изолированных друг от друга листов электротехнической стали толщиной от 0,3 до 0,5 мм. Сердечники делятся на стержневые и броневые. Двухстержневой сердечник однофазного трансформатора показан на рисунке. Стернями называются части сердечника, на которых помещаются обмотки. То есть вот они, сюда вот будут на эти стержни помещаться обмотки. Части сердечника, которые соединяются в стержни, между собой будут называться ермами. То есть вот они, ермо. Для силовых трансформаторов преимущество применять стержневые сердечники. Сердечники анофазного броневого трансформатора, как показан на следующем рисунке, он имеет один стержень и два ерма, закрывающиеся, то есть бронирующиеся обмотки. Трансформатор броневой трехфазный образуется из трех однофазных, поставленных рядом или друг на друга. По способу соединения стержней с ермами, сердечники делятся на стыковые, шехтовые и навитые. В стыковых конструкциях стержни и ерма собираются отдельно друг от друга и крепятся друг с другом с помощью стяжками, то есть шпильками. В месте стыка прокладываются изоляционные прокладки толщиной от 5 до 0,5 до 1 мм, чтобы избежать в месте стыка вихревых токов, связанных с этим добавочных потерь. В шехтовых конструкциях весь сердечник собираются сразу. Листы, то есть пластинки сердечника укладываются в переплет. В каждом следующем слое пластинки перекрывают стыки между ними в предыдущем слое. Как показано на рисунке, технология сборки трехстержневого сердечника шехтовой конструкции у нас показана вот на этом рисунке. То есть сначала слои показаны нечетные и четные. По форме стыка различают конструкции с прямыми и косыми стыками. Последнее усложняет сборку, но уменьшает потери и сопротивление немагнитному потоку в углах сердечника. Следующее. Навитые или ленточные сердечники применяются в трансформаторах малой или небольшой мощности. Их применение позволяет автоматизировать изготовление трансформатора и более полно использовать преимущества холодных, но катанных стали. Обмотка в этом случае наматывается на специальных станках, сразу на сердечник. Или сердечник делают неразрезные. Следующее разберем. Охлаждение трансформатора. По способу охлаждения трансформатора трансформаторы будут делиться на сухие и масляные. Сухие трансформаторы имеют воздушное охлаждение. В основном силовые трансформаторы имеют масляное охлаждение. Объясняется это тем, что трансформаторное масло является более совершенной, изолирующей и охлаждающей средой, чем воздух. В этом случае сердечник трансформатора вместе с обмотками помещается в бак, заполненный трансформаторным маслом. Масло улучшает отвод тепла и является дополнительной электрической изоляцией. Масло, омывающее обмотки и магнитопровод, отводит выделяющее в них тепло и передает его стенкам бака. Такая система отвода тепла позволяет получить трансформатор с малой массой активных частей, то есть обмотки и сердечника. С ростом мощности и потерь трансформатора для обеспечения нормального охлаждения приходится увеличивать поверхность охлаждения. Чаще используют трубчатые баки, в стенках которых ввариваются трубы диаметром 50 мм, расположенные в 1-3 ряда. Если этого оказывается недостаточно, то вместо труб применяются трубчатые охладители, то есть радиаторы. При номинальной мощности 10 000-60 000 кВА применяют обдув радиаторов с помощью вентиляторов, что увеличивает теплоотдачу на 50-60%. Еще более интенсивным является водяное охлаждение. При этом масло откачивают из верхней части бака насосом, приходят через водяные охладители и поступают в нижнюю часть бака. При соприкосновении масла с воздухом оно окисляется и теряет свои изолирующие свойства. Для уменьшения поверхности соприкосновения масла с воздухом на крышке бака устанавливается расширитель, то есть стальной бачок, сообщающийся с основным баком. Объем расширительного бака выбирается таким образом, чтобы при любых колебаниях температуры и объема масла, возникающие при эксплуатационных условиях, сообщается с основным баком. Объем обычно масла составляет около 8-10% от общего объема. Если внутренний объем расширителя сообщается с окружающей средой, то на пути движения воздуха устанавливается фильтр, заполненный веществом, поглощающим влагу из воздуха, поступающего в расширитель. При быстром нагреве масла, короткое замыкание в обмотках трансформаторах, допустим, оно разлагается с выделением газа, который у нас пожаро- и взрывоопасен. Давление в баке увеличивается, чтобы избежать деформации бака. На его крышке устанавливается выхлопная труба, закрытая стеклянной мембраной, которая при увеличении давления лупается. В трубопроводе между расширителем и баком устанавливается газовое реле, которое дает сигнал о газовыделении. Затем она отключает трансформатор от сети. Взрыво- и пожароопасность являются основным недостатком масляных трансформаторов. Поэтому они устанавливаются вдали от помещений или в специальных бетонированных ячейках. Помимо масляных входят в применение и сухие силовые трансформаторы. В таких трансформаторах масляный бак заменяют легким кожухом. Они применяются внутри сухих помещений в том случае, когда обеспечение пожарной безопасности является решающим фактором. Концы обмоток трансформатора выводятся из бака с помощью проходных фарфоровых изоляторов. Конструкция трансформатора зависит от мощности и способа транспортировки. Трансформаторы весом более 60-100 тонн перевозят на специальных железнодорожных транспортерах. У трансформаторов больших мощностей приходится не только снимать выступающие части вводы радиатора, но и применять раздельный бак. Далее, работа трансформаторов основывается на принципе электромагнитного воздействия двух или большего числа обмоток неподвижных друг относительно друг друга. Усть У1 – это мгновенное значение напряжения, которое подводится к первичной обмотке и имеет значение частоту F1. Под влиянием У1 в первичной обмотке возникает ток И1 и в сердечнике возбуждается изменяющийся магнитный поток F, который индукцирует в обмотках трансформатора ЭДС1 и ЭДС2. При замыкании вторичной обмотки на сопротивление ЗН, то есть на нагрузку, возникает ток И2, который возбуждает свой магнитный поток. В результате в сердечнике трансформатора создается общий магнитный поток F, сцепленный с витками обеих обмоток, который будет называться основным или рабочим потоком. Он индукцирует в обмотках ЭДС1 и ЭДС2, которые будут описываться данными формулами, где W – это количество витков, в данном случае первичной обмотки, здесь у нас вторичная обмотка, ДФ по ДТ, либо КСИ1,0, КСИ2,0 – это поток сцепления обмоток, связанных основным магнитным потоком. Далее, согласно закону Киргофа, второму, уравнение равновесия напряжений для обмотки трансформаторов можно записать в следующем виде. То есть, вот, уравнение по второму закону Киргофа для первичной обмотки и для вторичной обмотки. Далее, кроме основного потока, токи обмоток создают так называемые поля рассеивания. Эти поля сцеплены с витками только одной обмотки, первичной или вторичной. Поля рассеяния замыкаются, в основном, помимо сердечника, поэтому можно считать, что их индуктивности рассеяния постоянны. Далее, коэффициент трансформации. Коэффициент трансформации у нас прямо пропорционально ЭДС1 и обратно пропорционально ЭДС2. Либо количество витков в первичной обмотке и количество витков во вторичной обмотке. Далее, разберем режимы работы трансформаторов. Существует несколько режимов работы трансформаторов. Это первый рабочий режим, тот, который мы с вами рассмотрели. Второй режим холостого хода, коротко можно сократить как ха-ха, и режим короткого замыкания. Давайте рассмотрим их теперь в отдельности. Режимом холостого хода трансформатора называется такой режим работы, когда первичная обмотка включена в сеть, а вторичная обмотка разумкнута. В этом случае трансформатор подобен катушке с остальным сердечником. Под действием напряжения У1 в первичной обмотке возникает ток холостого хода, который у нас будет обозначаться или ноль, или индексом ха-ха, что означает холостой ход. Создается МДС, магнит, движущий силу, который будет определяться по форме. Количество витков умножен на ток. И магнитный поток R. Меньшая часть потока сцепления только с первичной обмоткой. Это поток будет рассеяние. Обычно в трансформаторах при холостом ходе ток рассеяние достаточно мал, и мы им пренебрегаем. Если при этом пренебречь и сопротивление, то трансформатор будет называться у нас простейшим. Уравнение напряжения такого трансформатора будет иметь вид. То есть У1 равно минус НДС1, и У2 равно НДС2. Отсюда можно сделать вывод, что подводимое к первичной обмотке напряжения в любой момент времени уравновешивается НДС. Далее рассмотрим режим короткого замыкания. Коротким замыканием трансформатора называется такой режим работы, когда вторичная обмотка замкнута накороткой, а в первичной обмотке наводится напряжение. Если это напряжение, подводимое к первичной обмотке, равно номинальному значению, то ток короткого замыкания может достигать достаточно большой значения от 10 до 20 от И номинального. Такой ток короткого замыкания возникает в эксплуатационных условиях и поэтому называется эксплуатационным коротким замыканием. Из-за больших токов оно представляет значительную опасность. Поэтому в схеме включения трансформатора устанавливается обязательно защита, которая отключит наш трансформатор при возникновении токов короткого замыкания. Если другим видом является опыт короткого замыкания, когда он нам нужен для лабораторных исследований нашего трансформатора, в этом случае к первичной обмотке будет подводиться напряжение У1 короткое, такое, чтобы токи в обмотках трансформатора были равны номинальному. Если выражать это в процентном соотношении, то это будет выглядеть вот так. То есть У1 короткое будет делено на У1 номинальный и умножено на 100%. То есть получается напряжение первичное обмотки при коротком замыкании разделим на напряжение первичное обмотки номинального значения. Это у нас будет называться общий УК, будет называться напряжением короткого замыкания. В силовых трансформаторах при коротких замыканиях, то есть в лабораторных услугах у нас должно быть напряжение короткого замыкания от 5 до 10% от номинального напряжения. Вот такая величина у нас должна быть. Эта величина весьма важна, которая будет указываться обязательно в паспортных данных трансформаторах. Далее. Нагрузка двухполюсника может быть какое-либо уже существующее устройство, допустим, какой-то черный ящик, у которого имеется два входа, либо два выхода, либо один вход, либо один выход, сопротивление нагрузки которого, так же, как и сопротивление входного, входное задано и не может быть изменено. В этом случае в согласовании нагрузки с двухполюсником будет осуществляться присоединение нагрузку непосредственно к зажимам двухполюсника. То есть не надо ее присоединять непосредственно к зажимам двухполюсника, а через согласующий трансформатор. То есть согласующий трансформатор, это у нас будет трансформатор, который имеет весьма идеальные свойства, очень сильно приближен к идеальным. Далее. Идеальный будет называться трансформатор, который не имеет потерь, у которого входные и выходные токи, а также напряжение будут связаны с помощью коэффициента трансформации, который был рассмотрен выше. Далее. Я предлагаю закрепить нашу лекцию, то есть ответить на контрольные вопросы. Первый вопрос. Что такое трансформатор? Второй. Принцип работы трансформатора. Третий. Режим холостого хода и короткого замыкания. Четвертое. Классификация трансформатора. Пятое. Способ охлаждения трансформаторов. И шестое. Элементы конструкции трансформаторов не знаются. Также я вам рекомендую еще дополнительную литературу. Дело в том, что в любом учебнике, там где есть рассмотренная электротехника, обязательно есть разделы трансформатора. Но дополнительно можно почитать от данных литературе. То есть первое, это Алиев, электрические машины. 2018 года. У есть также 2014. В Уроскин, электрические машины и микромашины, учебник. Вонбек, электрические машины, машины переменного тока. Кацман, электрические машины. 2018 года. И в Алиев, электрические машины, учебник 2016 года. На этом наша лекция подходит к концу. Сегодня мы с вами познакомились с трансформатором. Узнали, что такое трансформатор. Что у него есть несколько режимов работы. Это рабочий режим, режим холостого хода, режим короткого замыкания. Также мы узнали элементы основных конструкций. Узнали и классификацию трансформаторов, какие они бывают. Узнали способы охлаждения трансформаторов. Дальше познакомились с основными формулами, описывающими работу трансформатора. На этом наша лекция подходит к концу. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.